Турция сегодня сначала ужесточила условия въезда для российских журналистов, а затем отменила уже согласованный полёт наших военных наблюдателей. И всё это произошло в течение нескольких часов. Подробности недружественных шагов у Антона Верницкого. Договор по открытому небу — это международное соглашение, по которому государство, его подписавшее, их всего 34, имеет право совершать наблюдательные полёты на территорию друг друга. Таким образом, страны получают возможность убедиться, что их партнёры не ведут военные приготовления. Маршруты полётов и их количество заранее согласовываются. Так, в прошлом году каждая из стран сделала около 40 вылетов для наблюдений за территорией друг друга. Первая работа российских наблюдателей в этом году была запланирована с 1 по 5 февраля. История с запретом полёта, а значит грубым нарушением Турции договора, тем более показательна, что российские военные уже прибыли в аэропорт Эски-Шехир. И поначалу никаких препятствий для полёта не было до тех пор, пока наши инспекторы не попросили открыть небо вдоль турецко-сирийской границы. Маршрут предполагал в том числе наблюдение районов, прилегающих к границе Сирии и аэродромов, где сосредоточена авиация стран НАТО. Однако после прибытия российской миссии в Турцию и объявления планируемого маршрута наблюдательного полёта, турецкие военные отказали в его проведении, ссылаясь на указания Министерства иностранных дел Турции. Ещё в понедельник, 1 февраля, Министерство обороны России обнародовало данные сирийской разведки, по которым Турция не только стягивает войска к границе, но и обстреливает территорию Сирии из тяжёлых орудий. Нарушение турецкой стороной договора об открытом небе отметили в российском Министерстве обороны, создаёт опасный прецедент неконтролируемой военной деятельности одного из участников соглашения. Следует отметить, что в прошлом году в рамках договора Россия чаще всего инспектировала территорию США шесть раз. Над Турцией мы летали дважды. В свою очередь, несколько инспекций иностранных государств обследовали российско-украинскую границу. Тогда США и их союзники искали якобы скопление наших войск, но так ничего и не обнаружили. Одновременно с откровенным нарушением этого договора Турция сегодня заявила о введении виз для российских журналистов. До этого, в декабре 2015-го, турецкое посольство в России сообщало об ужесточении контроля за работой в Турции журналистов из нашей страны. Председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов назвал эти действия откровенно недружественными и заявил, что надеется, что представитель ОБСЕ по свободе прессы Дуни Миядвич должна отреагировать на ущемление прав российских журналистов. Впрочем, и в отношении своих граждан Турция постепенно закручивает гайки. Отныне турецкие власти обязали госслужащих сообщать спецслужбам об оскорблениях президента Эрдогана. Об этом сообщила турецкая газета «Заман». В настоящее время в отношении уже 53-х человек в этой стране ведутся расследования по обвинениям в оскорблении президента. Антон Верницкий, Мария Михневич, Денис Воронцов, Первый канал.